Кришна говорит, что если даже цветок или вода будут предложены мне с любовью, тогда я это приму. И опять же возникает вопрос, привлекает ли Господа цветы или вода? Насколько это важно для Господа? Без воды не может быть, ему нужны цветы, он цветоман. Нет, мы говорим, что столь простые символы, такие как цветы, вода, но предложенные с любовью, они могут быть приняты. Ничто физическое не может быть принято, но любовь удовлетворяет все. И поэтому наша ващнавская философия называется шахти-паришадвада или трансформация вот этой энергии. Мы как душа являемся также энергией. И, например, часто в ютубе показано, можно посмотреть одну и ту же ролик с разной резолюцией. Сначала может быть все очень мутно и непонятно, потому что это очень low-res. Но чем мы будем больше практиковать сознание Кришны, тем больше пазл будет вставать и тем более конкретной и более совершенной нам будет представлена картина духовного бытия. И поэтому Бахтина Такура, он говорит очень важную вещь, что он говорит, человек может воспевать Хари Кришны махамантру, но если у него нету подлинной веры, мы не можем назвать это махамантры до конца, шутха наман. И Бахтина Такура, он говорит, что необходимо, почему он говорит, что необходимо обрести имя от чистого вайшнава, потому что мы знаем, что преданные, имя оно не сходит, оно может не зайти и в разных обстоятельствах, но мы знаем, что имя оно не сходит, благодаря нашему стремлению имя. Но это не то, что мы можем генерировать с помощью языка, и тогда бы нужно было бы там логопеда какого-то брать, если мы пришли на занятия к логопеду, и он, в случае, говорит, Кришна, прижми язык, Кришна, Хари Кришна, да, то есть, когда ты сидишь такой, Хари Кришна, Хари Кришна, язык держи, держи к нему по язык, Хари Кришна, что я тебе сказал, язык? Я представляю, тогда бы жители Одессы или Израиля были бы лишены способности произносить святого имя, потому что они буквы не выговаривают, ну вот, я ему бы сказал, это проклят, если бы ты говорил Хари Кришна, ну вот, как Russian speaking English, Хари Кришна, Прабу, а кто-то скажет, Хари Кришна, я помню все имя. Раско, они раньше пели, приятный киртан, Хари Кришна, но им хотелось, как бы, Кришна, чтобы у них был, поэтому Кришна или Кришна, да, в прямой верте Джагананда Пандита, он объясняет, что Кришна или Кришна, это не то, что человек говорит физически, да, это тот некий трансцендентный звук, который трансформирует его через его сознание, и Гуру Махараш очень хорошо, четко объясняет в этой главе, нисхождение святого имени, он говорит, что физический звук попадает к нам из внешнего мира в барабанную перепонку, отражается в мозге, это некий физический звук, но трансцендентный звук, это то, что рождается в душе, и потом обратным образом выходит через наш язык, то есть звук, рожденный в сердце, мы можем так это сказать, да, звук, рожденный в сердце, и поэтому, когда мы говорим, а каковы условия, чтобы этот звук родился в сердце? Ну, во-первых, нужно понимать такую вещь, что наше стремление, наше желание, если не будем стремиться, никакой звук не родится в сердце, да, это первое, второе, то есть насколько мы, насколько мы попрошаем, насколько мы готовы отдавать.